В Ульяновске скоро откроется новый многопрофильный центр реабилитации. Учреждение будет располагаться на улице Октябрьской на базе здания профилактория автозавода. Заработает он для участников спецоперации, ветеранов труда, пенсионеров и спортсменов. Приступили к ремонту где-то два года назад мы начали. Изначально планы совсем были другие, а сейчас с учетом нынешней ситуации, специальной военной операции, видим, что реально будет большая потребность в центре реабилитации раненых. Федеральные специалисты обещали оказать всю необходимую методическую и консультационную помощь. Наша цель это выстраивание эффективного взаимодействия по направлению травматологии и ортопедии. Прежде всего, потому что Национальный центр травматологии и ортопедии Неприорова, как Национальный медицинский исследовательский центр, одной из задач является курация направления травматологии и ортопедии. Поэтому, естественно, Ульяновск находится в зоне нашей ответственности. Безусловно, центр нужен тем, у кого есть профессиональные травмы и хронические заболевания. Но сейчас участники спецоперации в первую очередь нуждаются в поддержке. Травмы физические совокупности с потрясениями душевными просто так не пройдут, уверена жительница Димитровграда Анастасия Трепанина. Ее супругу мобилизовали 28 сентября. С тех пор жизнь всей семьи изменилась. Анастасия волнуется за любимого. Двое детей ждут папу. А их главный защитник находится вдали от родины, на передовой. Маленькая дочка Анастасии часто рисует портрет папы и ждет его с нетерпением. То, что все надеемся на хороший исход, что скоро все закончится. И наши ребята с победой придут домой. Нужна будет помощь. То есть, ну, как бы хотим такую идею подать. То, что создать именно в нашей Ульяновской области вот этот реабилитационный центр. То есть, это будет как бы помощь по оказанию не только, ну, по состоянию здоровья, а также все равно, ну, психологическая помощь. Нашим ребятам действительно там тяжело и морально, и физически, и ранения, и, ну, все, что угодно может произойти. И для того, чтобы они вернулись полноценно обратно к своей жизни, им действительно нужен вот такой центр. Я и жена мобилизованного, и работник соцзащиты. То есть, мы работаем, я непосредственно работала с семьями мобилизованных. Даже женам нужна эмоциональная какая-то поддержка. Даже не столько материальная, эмоциональная тоже нужна. И для них тоже крайне важно, чтобы мужья пришли в хорошем эмоциональном состоянии. Супруги мобилизованных не раз обращались к властям на заседаниях советов по поводу открытия профильного учреждения. И депутатский корпус, и правительство единогласно поддержали инициативу. Здесь будет проходить обитацию и оздоровление ребята, участники СВО. Мы знаем, что их более 7 тысяч на сегодняшний день из нашего региона. В том числе и близкие родственники, их семьи. Нужно помочь им остановиться от травм, от контузии. Профилакторий ранее работал для ветеранов УАЗа и механического завода. Заведение должно и дальше быть полезным для ульяновцев, уверены парламентарии. Мы предполагаем включить дополнительные средства. Это почти 100 миллионов рублей на оборудование, изыскать эти средства, чтобы в третьем квартале 2023 года он распахнул двери уже для десятков и десятков. Порядка 100 человек могут одновременно проходить вот эту, соответственно, реабилитацию. Он должен приступить к работе. Без этого центра реабилитации точно не обойтись. Так считает Олег Шигерданов, руководитель регионального отделения комитета семей воинов Отечества. Оснастив его, соответственно, хорошим медицинским оборудованием, высококвалифицированными кадрами, все необходимые процедуры, я думаю, ребята получат и лечение необходимое. 60 мест круглосуточных и 40 дневных. Лазерная терапия, кедровая бочка, массаж и многие другие процедуры будут доступны гостям центра. Одноместные и двухместные номера, процедурные кабинеты и зоны отдыха с библиотекой. Интерьером и техоснащением займутся позже. Губернатор поручил руководителям проекта не затягивать с открытием здравницы. Коммуникации в здании заменили, сейчас завершают отделочные работы. На сегодняшний день, как вы уже видите, завершается у нас капитальный ремонт третьего корпуса социально-реабилитационного центра Чучкалова. И действительно, мы не так быстро к этому шли, но 15 марта у нас должны выйти строители, и в принципе, основная часть ремонта будет завершена. Многопрофильный центр планируют открыть в этом году. Осталось завершить ремонт и установить оборудование.